Конфликт — это, естественно, часть человеческой жизни, поэтому неудивительно, что основной объем публикаций в СМИ приходится на их освещение. Однако в этой теме есть серьезные пробелы. Журналистик — это же конфликт всегда. Ты всегда освещаешь конфликт. Это либо бытовой, либо какой-то частной, или между госструктурами, или на правительственном уровне. Поэтому журналисты должны иметь навыки регулирования конфликтов, знать, как это освещать, какие-то незаметные марки, чувствительные темы. Но, к сожалению, этому ничему не обучают у нас. Только когда события происходят, там где-то слышат, что на один день-два какой-то тренинг такой быстро, на пару часов, да, собрались журналисты. Вот после конфликтов приграничных, я знаю, что международная организация вывозила исключительно боткенских журналистов на тренинги, на секунду, думая, что это... А разве остальные журналисты — это не часть Кыргызстана? На мой взгляд, это надо было всех, потому что боткенские, у них другая специфика, потому что они находятся в зоне конфликта, да, то есть они могут даже непосредственно быть участники. Журналисты, которые в Бишкеке, они видят с другой стороны, то есть, но они тоже пишут про это, и поэтому, мне кажется, надо всех обучать. Потом, граница ведь у нас не только же в Боткенской области. Просто там чаще конфликты, которые становятся предметом этих новостных, да, лент становятся. А в Урскове разве нет? В Джалабаде или в Таласской, или в Чуйской области. Везде у нас граница, поэтому это своя специфика, надо всех обучать. Религия, чрезвычайные ситуации, гражданское напряжение, экстремизм и терроризм, бытовое насилие — все эти вопросы относятся к деликатным темам и требуют от журналиста высокого профессионализма. Например, в освещении приграничных конфликтов, когда журналисты, медиа допускают оценочные суждения или односторонние, да, когда четко есть «мы» и «они». Журналист тогда превращается уже в пропагандиста, да, в агитатора. То есть он вместо того, чтобы освещать конфликт со всех сторон, он привык. Если у тебя нет навок, лучше не освещать. Но у нас моментально все становятся специалистами по приграничным конфликтам и отношениям, да. Или примеры освещения профилактики экстремизма, терроризма. Там тоже есть проблемы, когда журналисты допускают оценочные суждения и все сериотипно освещают, допускают неточности. Это тоже очень опасно, потому что либо они становятся вот пропагандистами тех запрещенных организаций, либо наоборот, да. Поэтому здесь тоже очень надо осторожно. И, к сожалению, вот этому у нас не обучают. У нас были все равно какие-то полувоенные боевые действия, да, то есть постоянные приграничные конфликты, потом конфликты вот 2005-10-го, локальные, когда вот в 2002-м, когда аксельские события, все равно это применялось, да. И поэтому и журналисты, и правоохранительные органы должны иметь навыки управления конфликтом, а журналисты правильно, грамотно освещать, потому что это очень чувствительная такая сфера журналистик. К сожалению, она у нас практически не изучена, не развита, в общем. В Кыргызстане эта проблема особенно заметна при освещении приграничных конфликтов, которые в последнее время становятся все острее. Вовременные интересные конфликт, которые были совершены в 我們е от Обуви... Продолжение следует... Конфликтно-чувствительная журналистика важна еще и тем, что она несет миссию профилактики и предупреждения конфликтов. Сайт журналиста и медиа-эксперта Алмаза Исманова «Превеншин Кейджи» направлен на решение этих проблем. У нас же есть и локальные конфликты, межнациональные бывают, межрелигиозные, когда на Иссакуле, в Джалабадской области. Они же тоже приводят. Они пока не, к счастью, на локальном уровне, но это тоже надо уметь освещать, когда речь идет про конфликт между представителями разной конфессии. И у нас просто и госорганы, и медиа замалчивают, и потом говорят, просто два молодых человека подрались. А когда узнаешь, там конфликт очень серьезный, и надо уметь это тоже освещать, какие слова употреблять. И вот эксперты в этой области, они очень часто обижаются, они не обижаются, а как бы недовольны работой наших журналистов, когда они допускают такие оценочные, стереотипные, такие как, например, «Секта», «Они» или «Сахал Чандар». В общем, разные эпитеты, которыми они награждаются. В конфликтно-чувствительной журналистике особенно важно употребление точных терминов, которые зачастую используются журналистами без разбора. Например, очень много экспертов по религиозным вопросам, они очень щепетильно, очень чувствительны, они говорят о том, что медиа без разбора употребляет слой «Секта». То есть они могут, вот, все, что не наш, это «Секта». А вы их понимаете, это действительно такая узкая, закрытая группа, да. А журналисты могут всех назвать. Потом вот эти, к сожалению, вот эти словосочетания, как традиционный ислам, наш ислам, кыргызский, это тоже, когда журналисты начинают транслировать, тоже возникает этот конфликт, да, начинают спорить, а где это, да. Поэтому надо в терминологии очень быть осторожными и обращаться реальным, настоящим экспертам. Но, к сожалению, вот настоящие эксперты в вопросах религиозных, по вопросам национальной безопасности, по конфликтологии, у большинства, у них очень высокий уровень недоверия к журналистам. Когда я у них спрашивал, в чем причина, они говорят, у них были случаи, конкретные случаи с ведущим медием, когда интервью или информация, которую они предоставили, говорили, она выходила совершенно в другом формате, в другом изложении, да, и у них были неприятности, и они сразу закрылись, да, то есть даже не хотят, даже вот с другими журналистами, когда даже вот, ну, я говорю, ему можно доверять или ей, да, они говорят, нет. И это очень плохо, потому что их не слышно, и на первых полосах другие эксперты, которые в этом не разбираются. У итальянского журналиста Маттио Сорби за плечами богатый опыт освещения вооруженных конфликтов в Афганистане и Украине. И, по его мнению, самое трудное в такой работе – оставаться объективным. Я бы сказал, что есть какие-то объективные факты, какие-то объективные вещи, которые мы не можем донировать, не важно, если вы в Нью-Йорке или в Москве. Буча, Ирпин, это геносида. Мариуполь, это трагедия. Может быть, это не... Это matter-то факт. Из-за информации, это факт, это факт. Если вы в Калифорнии, если вы в России, в Санкт-Петербурге, в Криме. Это matter-то факт. Но, первое, это геносида. Это факт. Кто-то встал на день 24 февраля. Это факт. Это неизвестительный. Неизвестительный. После. Мы, как журналисты, тоже, и не только как журналисты, но и аналитисты, ищет вы, как журналисты, гонят, хорошие подробности, очень важные репортажи и проведения. И, если вы продолжаете гонят, вы можете задать себе Почему эта война началась? Какие самые основные причины этой культурной войны? Это опознанно. Это больше о историях, профессорах, оппонентах, инфлюенсорах и журналистах. Это тоже моя работа. Особенно после освещения вооруженных конфликтов, у журналистов может возникнуть посттравматический синдром, с которым не так просто справиться. Я пытаюсь, лично, расслабиться, молиться, исполнить. Я думаю, что даже для личных журналистов это важна наша медитация. Я вижу, особенно, многих женщин в Афганистане. Люди умерли. Я имею в виду специальность для рассказать историю в момент войны, во время террористов, во время террористов. Я думаю, что война это ужасная. Это трагедия. Но если мы не испытываем эти проблемы в нашей личной жизни, это не возможно даже поговорить. Просто silence и респект. Потому что я никогда не потерял мою квартиру. Я никогда не потерял мою мать. Я никогда не потерял... может быть, поэтому я счастлив. И ты можешь попробовать с эмпатой чувствовать у других людей проблемы. Но реальность это, что мой отец еще жив. Моя семья, благодаря Богу, это хорошо. Я видел людей, как ты, потеряли все в Мариуполе. В отличие от западных стран в Кыргызстане, да и в других странах Центральной Азии, конфликтно-чувствительной журналистике не придается должного значения. Такое, наверное, вот совковое замал. Есть конфликт, как бы об этом лучше не говори. Уят-пол-выт. Вот такое. Это первая причина. Вторая причина, наверное, мы считаем, что чем меньше освещать и предавать, оно само собой затопнет. Но я считаю, что эти конфликты как вулканы. Просто верхушку мы не видим дыма, а то, что внутри там жирливее там бурлит, мы же не видим, пока оно не выплывет, когда лава. Поэтому надо обучать. Я придерживаюсь второй. Не ждать этого, да. Обучать чему? Просто грамотно освещать конфликты, да. Какие слова категорически нельзя употреблять, да. Как описывать. Таргызстан, переживший три революции, постоянные приграничные и межэтнические конфликты, остро нуждается в правильном освещении таких событий. Потому что от корректной работы журналистов может зависеть их скорейшее и благополучное разрешение. И мы делаем только первые шаги на этом пути. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова